Добрый день! Забегая наперед, скажу, видео будет довольно интересным, поскольку я сам был немного в шоке в процессе съемки данного материала. Такого я не ожидал. Присаживайтесь поудобнее, поехали! Итак, большинство владельцев бойлеров не знают, что необходимо проводить плановую профилактику. Ее необходимо проводить в любом случае. В зависимости от качества воды, она выполняется раз в год или реже. Необходимо вынимать ТЭН с магниевым анодом и проводить чистку бойлера. При необходимости менять анод. Если профилактику не проводить, получаем перерасход электричества, меньший объем горячей воды, неправильно работающий датчик температуры, ну и по итогу водонагреватель достаточно быстро может выйти из строя. Ну это если совсем коротко. Далее наглядно покажу, как выполнить профилактику и чем реально чревато ее отсутствие. Напомню, бойлер у меня на 150 литров, используется на постоянной основе, по анализу воды все показатели в норме, кроме завышенного в составе железа. Бойлер не обслуживался два года. Выполняю слив воды из бака. Отключаю электропитание бойлера. Закрываю водопроводные краны подачи холодной воды и выхода горячей. Открываю отводящий кран на горячей воде. Вытечет некоторое небольшое количество жидкости. Если отводящего крана нет, можно спустить эту жидкость через ближайший смеситель, открыв горячую воду. Потом открываю отводящий кран на подачу. Тут уже будет полноценный слив жидкости с бака. Как видите, если выход горячей воды полностью перекрыт, слив происходит очень плохо. Открываю отводящий кран в горячей воды и жидкость спокойно сливается. Если отводящего крана на подачу нет, можно выполнить слив через обратный клапан, подняв ручку. Правда, это будет намного дольше. После полного слива разбираю наш бойлер для профилактических работ. Снимаю датчик температуры и отсоединяю контакт. Лучше сфотографировать или запомнить, что куда подсоединено. Ну так, на всякий случай. Ну и, конечно же, открываю отсек для подготовки горячей воды. Тут, как вы видите, за два года накопилось достаточно много накипи, которое даже не позволяет нормально вынуть тен. Применив немного усилий, я все же тен аккуратно достал. И тут меня поджидала достаточно шокирующая картина. Вы посмотрите, сколько там накипи! Как за такой период времени ее там могло столько сгенерироваться? Вычищаю сначала руками. Потом провожу окончательную промывку водонагревателя, открыв подачу холодной воды. Все чисто, отлично. Итак, вот что я раздобыл в бойлере. Практически пол ведра. Я не верю, что такое возможно. Но это, к сожалению, как говорится, не фотошоп. Это накипь заслоняет датчик температуры, не давая ему оптимально управлять нагревом. Тен в условиях засорения хуже греет воду. Результат перерасхода электричества, меньший объем подготовленной воды и прекрасные условия для выхода из строя нагревательного элемента. Мелкие частицы этого добра, к тому же, попадают в смесители и повышают их износ. В общем, весело. Так, сам бойлер промыл. Теперь необходимо механическим путем очистить тен от наслоений. У меня он оказался чистым. Частицы практически не осилили на нем. Все легко почистится. Аналогично и с этим штырем. Поверхность должна быть максимально очищена. Для лучшей передачи температуры от воды к датчику. Тут тоже довольно неплохо. Просто сполосну и готово. Скорее всего, серьезных населения на поверхностях нет по причине рабочего магниевого анода, который сохранился в хорошем состоянии и пока не требует замены. Если бы он имел вот такой вот вид, то пришлось бы покупать новый и проводить замену этой детали. А вообще, магниевый анод предназначен для защиты бака от коррозии, который рано или поздно может постигнуть любой водонагреватель. Так что нужно следить и проводить своевременную замену этого элемента. Лучше менять его, нежели бойлер полностью. Вот такой вот вид имеет рабочая часть после очистки. Чистку и осмотр провел. Собираю все в обратном порядке. Затягиваю гайки постепенно, через один, для равномерного прижима уплотнителя. Подключаю датчик температуры. Заземление. Устанавливаю крышку. Как заполнить бак? Отводящий кран на выходе открыт. Отводящий кран на подаче закрыт. Открываю подачу холодной воды. Жду заполнения. Когда вода польется, перекрываю отводящий кран на обратке. И открываю отсекающий кран на смесителе. Можно еще открыть горячую воду на смесителе. Немного слить жидкости до полного устранения воздуха. Включаю электропитание бойлера. Осталось только выставить правильную температуру воды. Какая температура является оптимальной, смотрите в следующем видео. Ссылка будет внизу. Ну что ж, всем хорошего дня. Подписывайтесь на канал. Увидимся в следующих сериях.